полдень друзья нерабочий воскресный полдень вы видите как отлив обнажил местность вот тут люди ходят вообще тут довольно мелко и здесь в принципе такой лягушатник серферский этот все отсюда по колено сегодня какое-то невероятное скопление людей на досках и там даже вот еще какие-то я бы сказал парусники без парусов так мачта есть паруса нет что у них там за мероприятие я не знаю но вот очень внушительное зрелище то же самое но с другой немножко стороны чего они там ждут неужели волну вот хочется у них спросить сегодня друзья наш санта-крузовский серфингист в гавайском таком стиле гавайи родина серфинга много-много лет назад три гавайских принца приехали учиться тут недалеко в монтерей военной академии и привезли сюда вот свои доски и можно сказать раззадорили местных жителей которые с тех пор вот и без доски жить не могут смотрите друзья вот эти яхты которые там кучно стояли пошли единственное что явно они так сказать на моторном ходу идут не под парусом вот это целая регата понимаешь выстроилась друзья вы видите породу такую называется лабрадудл это смесь лабрадор-ретримера и пуделя вот этот лабрадудл очень мягкий такой же наш вид очень похож на вид на терьера на пшеничного терьера только хвост у них болтается вместо того чтобы быть обрезанным терьер то он по норам его за хвост оттуда вытаскивают вот эти лабрадудлы они очень свит очень свит да с лабрадудлом друзья вам не нужен сахар он уже свит да друзья вы видите измельчало измельчало побережье многие скажут что это признак приближающегося экономического кризиса другие используют это для того чтобы опровергнуть вот это вот потепление когда все тает и наоборот затопляет островки там кить плоские в общем вопрос остается открытым у нас это называется отлив нам рассказали что происходит умер от сердечного приступа местный очень известный моряк серфер и вот эта акция в его память значит серфер и люди напарусников кричат там с ним прощаются это будет построение они в такой круг станут и так далее там целая целая процедура вот прямо сейчас то что мы видим они сейчас будут выстраиваться где мужчина справа рассказал тут такая колония значит морских любовь балдеет и там правее еще одна и не знаю мне удастся вам показать или нет потому что сложно камера так наводить вот они по моему отсвечивает солнышку на серферов пришла собачка посмотреть на медведя похоже так вроде собака собака прям как медведь дядь местный говорит вы откуда с таким акцентом то мы говорим из раши ага там я думал циклахомы какой-нибудь вот так друзья мы можно сказать почти сошли за местных околохомских друзья с нами сегодня юная эвелин которая только-только можно сказать пару дней назад перешла в новую категорию возрастную и теперь 12 лет до эвелин только что приехала из москвы да вот ты участвовала там в каком мероприятии фестивале фонда спивакова москва встречает друзей но ты там встретила друзей-то да несколько новости исполняла серьезную вещь да что исполнял то я исполняла вариации бирковича на тему погонений так народ хорошо принимал да и папа сделал часть оркестра то есть а то так раньше люди просто играли так сказать в сопровождении фортепиано а теперь с оркестром да оркестр вообще так справился задачей да они очень хорошо ну хорошо значит а это первый раз ты в москве да ну и как там вообще в целом неплохо ну хорошо ты хочешь еще поевать да хочу там кто-то мне рассказывали родители твои что тебе там мастер-класс давала женщина да да но ты в этом мастер-классе как бы ну что-то такое почерпнула почерпнула это значит ну что там взяла для себя что-то пользу какую-то я честно не знаю но чему-то научила она тебя научила чему-то чего-то раньше не знала да ну хорошо то есть полезно то есть вообще как бы если будет еще там мастер-класс какой пойдешь пойду ладно а сама можешь давать мастер-классы нет еще я еще только учусь но со временем будем давать что ж друзья быть на побережье и не забраться в воду это кем надо быть мы не такие вот я на ваших глазах вот своими натруженными натруженными босыми ногами так только чтобы не обливаться ой 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 этого я как раз не хотел того что произошло я штаны облила нет стихия друзья стихия она прекрасна тем что неуправляема и даже если вам залило штаны вы должны согласиться с тем что в этом есть что-то прекрасное да вот можно ли сказать что в океане есть музыка конечно мы услышим да это великий композитор написал и какое исполнение вот теперь вы понимаете почему я надела шорты теперь вы понимаете что я понимаю что я понимаю что такое почему она подела шорты почему а я вот а я друзья вот пожалуйста смотрите мокрые штаны мокрые света меня заругает скажет большой дедушка трудно трудно жить иммигранту друзья на чужбине так вот того и гляди попадешь просак вот тут вообще какие-то прям студентки я бы сказал если голые ходят в купальниках алые паруса друзья смотрите чего нас тут на рейде вот друзья прямо на берегу океана у меня за спиной океан парковочка тут и вот народ можно сказать балдеет смотрите со своих трачка они тут сидят это серферы здесь обычно паркуются у них с собой закусь тут пахнет пахнет кирогазом каким-то а вот этот красненький дымок пускает вот вот этот можно жить друзья можно друзья но довольны и дачники пошли на поле после трудового утра где мы ходили на пляж правильно что ты скажешь деточка за клубнику она очень-очень в пульс а это что я солнце солнце греет она еще вкуснее тепленько да а вот когда ты в москве было в этом фестивале музыкальном чем вас кормили там но там был завтрак и там был обед завтрак был в гостинице или уже завтрак и обед были в гостинице нет обед был в кафе и называлась могу это как у тургенева собачки что с собачкой а где это муму такое я думаю что это целая сеть по москве понял так что тебе муму ну там неплохо это такая кухоня мне очень понравилось в гостинице у них очень вкусные оладьи очень вкусные сосиски это континентальный завтрак какой-нибудь да да гостинице молодежная и очень-очень вкусная домашняя картошка жареная то есть не так не как вот наша фрайс там какая-нибудь да я думаю что в духовке сделано то есть ты рекомендуешь гостиницу молодежная и сеть муму я не рекомендую молодежный хорошо скажи такой вот люди которые играют там на фортепиано может быть поют у них аппетит хороший обычно сил сил много тратится нужно покушать да ну а вот вас учат только музыки или например чего можно съесть перед сам выступлением и чего нельзя нет такого особенного нет просто перед выступлением вообще не всегда хочется кушать они говорят вот знаешь что ты лучшего там по спи два часа перед выступлением вообще ничего не ешь а то захочется в туалет а ты уже за роялем постараться все сделать до того как ты выходишь на сцену то есть профессионалы они уже тренированы в этом а вот выступление твое сколько времени занимала когда с оркестром 6 минут всего я думаю что больше минут восемь с оркестром но это много очень на самом деле это хорошая часть концерта ну то есть это не то что там скажем нужно сильно там пока в туалет сходишь там напрягаться ну хорошо хорошо ладно нет он бывает там думаешь хорошо а что самое сложное когда вот ты выступаешь люди в зале сидят вот ты как ты чувствуешь они там сидят или тебе без разницы есть они там или нет раньше не было важно а теперь не без разницы то есть и как-то свой мир какой-то ушла там и игры я ему играю ему кому прям туда наверх понял понял а уже он уже там объяснить аудитории что к чему да друзья даже не обладая музыкальным слухом как некоторые вот и не владея инструментами посмотрите вот можно сказать что любовь к клубнике присутствует до сегодня друзья мы лучку зеленого подгребем ведь как он тут разросся тут много много сортов зеленого лука вот он красавец а мы нам на салатик буквально много нам не надо так сейчас чем возьмем да друзья света делится своим выбором помидорчика помидорчик был вот этот называется он мама таро томейдо света к это стали вообще брать даже не будем не рассматриваем а что действительно пахнет сегодня я тоже понюхаю пахнет для неплохо неплохо пахнет за репка пучок репки стоит 2 доллара задумайтесь друзья сколько бы стоила эта репка вот этот же самый пучок там где вы живете с условием что репка органическая и приехала из калифорнии потому что здесь она местная не из турции там все место из вечный выбор хозяйки друзья какую редиску взять почем вечно одна из вечный выбор извечный вопросах хозяйки почему только одна так почем 3 2 доллара за пучок вот что делает трудовым народом мир чистогана хотел друзья порадовать вас шапкой какой-то примеренный но не получается женские женские какие-то шапки и там тоже что-то такое не моё не моё но но и и и и